Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля, мы продолжаем говорить о целесообразности страданий. Поскольку любовь немыслима без жертвы, а жертва немыслима без смирения, пока мы с вами находимся в эгоизме, пока мы с вами думаем о себе в первую очередь, я не говорю о том, что мы думаем только о себе, я практически в жизни не встречал людей, которые бы думали только о себе, но о себе мы думаем в первую очередь. Тогда нам нужно чем-то пожертвовать ради мира, любви, ради церкви, Господа, ради близких, ради семьи. Первая мысль, которая приходит к нам, это мысль о том, что мне это будет стоить, что нас останавливает? Когда нам нужно, ну, простой банальный пример, когда нам нужно пожертвовать финансами, мы думаем о том, насколько мы пострадаем от этого. И это нас не просто останавливает, а делает нас вообще неспособными к жертве, потому что когда мы не пожертвовали, а отжалели, то такая жертва не угодна Богу, она не являет любви. Жертва, а гапы, это всегда жертва, которая наносит нам страдания. Отдав деньги, мы пострадаем, мы не купим продуктов, одежды или еще чего-то. Отдав прощение, мы отказываемся от мести, и наше эго, наше я будет страдать. Когда мы что-то приносим в жертву, это неминуемо повлечет за собой страдания нашего я, или нашей плоти, или нашего духовного, душевного состояния. Но знаете, без этого любовь невозможна. И когда мы с вами родились свыше, когда мы стали христианами, мы стали учениками, студентами вот этой великой библейской школы, школы любви, когда Господь учит нас любить. И когда в вашу жизнь приходят страдания, это не значит, что Бог пытается вас наказывать. Это значит, что Бог пытается учить нас любить, когда мы вынуждены это делать. Субтитры создавал DimaTorzok